Близнецы, приветствую вас, мои дорогие. Давайте посмотрим ваш расклад на декабрь месяц. И первая карта для вас, мои дорогие, Верховная Жрица. Верховная Жрица, знаете, здесь вот именно в начало декабра вы должны прислушивать именно ваша интуиция. Вам бы, что бы вы хотели, как бы для вас это еще не открыто, как бы еще, как бы тайно. Но именно началом месяца говорится то, что вы должны больше вот именно вашу интуицию прислушивать. Следующая карта на начало месяца, мои дорогие, это Король Мечей. Король Мечей показывает, что вы должны вот именно включать именно вашу хладнокровность. Понимать, если вам что-то не нравится, или что-то вам, знаете, может быть люди, которые рядом с вами вас не устраивают, или то, что вам может быть те ситуации, которые вы должны это обрубить. Но смотрите, здесь может быть для вас, для некоторых близнецов, то, что здесь может быть еще у вас, знаете, есть какие-то тайны, знаете, даже такие, знаете, моменты, когда бы вы хотели узнать про какого-то мужчину из вашего прошлого. Знаете, вот такое вот еще есть у вас, мои дорогие близнецы. Следующая карта, это Шестерка Мечей. Шестерка Мечей показывает, что вы приплываете к другим берегам. Здесь еще может говориться, что даже то, что вы решили приплыть к другим берегам, здесь может быть еще какая-то проблема ваша есть, где, знаете, даже вас, как бы она за вами идет. Но здесь нужно вот именно вот эту проблему вы должны решать, потому что даже если вы к другим берегам, даже вы переедете в другом городе, или поменяете что-то в вашей жизни, все-таки проблема это не решится. Но именно вот начало декабря, вот это как дается, чтобы вы, вот именно если с каким-то мужчином, вот мои дорогие женщины, ну нужно как-то обрубить вот это. Следующая карта, мои дорогие, на середине месяца, это Рыцарь Мечей. А Рыцарь Мечей показывает, что вы боретесь за свое счастье, вы боретесь за свое место под солнцем. А знаете почему? То, чтобы здесь были, может быть, такие ситуации, где, как бы, знаете, хотели вас сломать. Но смотрите, здесь еще говорится о том, что даже то, что вы что-то решили, что-то поменять, уйти куда-то. Здесь еще говорится, что у вас это получится. Почему? Потому что вы человек, который не останавливается. Вы боретесь, вы достигаете те цели, которые вам как бы нужны. Следующая карта на середине месяца, это карта Луны. А карта Луны показывает, что может быть у вас есть еще какие-то страхи, то, что вот из прошлого, то, что вы до сих пор как бы их... Но вы работаете над этим. Вы здесь, может быть, даже для мужчины, здесь может быть, вот именно для мужчины информация идет, что вам как будто нужна женщина, чтобы у вас больше энергии. Вот именно женской энергии, как будто вам не хватает. Для вас, мои дорогие женщины, может быть, знаете, у вас вот в середине, вы как будто будете чуть-чуть не понимать, что происходит вокруг вас. У вас будет, но вы боретесь, чтобы вы это... Может, даже боретесь информацию какую-то, вот знаете, ну это тайна, но вы бы хотели узнать вот именно какой-то информации про какого-то мужчину. Следующая карта на середине месяца, это карта Башни. Здесь говорится то, что вы должны разрушить какие-то ваши стереотипы в жизни. Вы должны понимать, что вы должны убрать чего-то из вашей жизни, который вот даже приводит к этой состоянии страхи, то, что вы не понимаете, что вам бы и хотело уйти, вы бы и хотели что-то решить, но вы все-таки боитесь что-то вот менять. Но здесь вот именно нужно, чтобы вы сами вот эта проблема, вот именно эти ситуации, как бы убрали из вашей жизни. Давайте посмотрим в конец месяца, что вас ожидает из шестерка кубка. А что нужно убрать, что нужно разрушить? Ваши воспоминания о прошлом. Для вас, мои дорогие женщины, именно касается какого-то прошлого мужчины, и вы должны уже это как бы поставить точку. Понимая, что да, были вот какие-то у вас отношения в прошлом, да, может быть такие счастливые моменты, но это не каждый человек, который приходит в нашей жизни, он должен остаться. И вы, но здесь показывают, что на середине уже вы будете для этого бороться, чтобы именно вот это убрать. Следующая карта на конец месяца, мои дорогие близнецы, Тузмичей. Вы сам хозяин вашей жизни. Вот и именно в конец вы сами себе понимаете, что есть люди, которые не приносят вам что-то, ну, хорошее в вашей жизни. Есть такие ситуации, есть такие моменты, которые вам, ну, не дают вам вот именно вот это состояние, которое бы хотели. Но сами вы должны это обрубить. И вы сами должны это понимать. Почему? Потому что высшая сила дает вам эту самую, знаете, эту поддержку, чтобы вы обрубили чего-то из вашей жизни. Следующая карта, мои дорогие близнецы, возьмем карта совета, что вам высшие силы подсказывает. Сила. Вот высшие силы именно в конец месяца, вот, может быть, даже говорят вам то, что вы должны обуздать того зверя, который внутри вас. Если вы понимаете, что вот приходит какое-то время, когда вы вспоминаете о каком-то человеке, вы, знаете, каждый раз, может, вы возвращаетесь в ваше прошлое, но они вам дают эту поддержку, они вам дают именно вот в конец месяца, они дают вот это, чтобы вы понимали, чтобы вы убрали из вас в вашей жизни. Конечно, мои дорогие, это общий расклад. Для личного расклада обращайтесь по номеру телефона, который указан на экране. И для того, чтобы не пропускать новые видео, подписываемся на YouTube-канале, переходим в Instagram, где там будут больше по 100 ватт. Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...